Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня, 12 февраля 2021 года, во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Трехэтажное здание местного магазина «Магнит» сложилось как карточный домик. А в домах, которые расположены по соседству с этим магазином, в некоторых из них выбило окна. Вот кадры с места происшествия. Как сообщает издание ТАСС, по предварительным данным, в результате этого ЧП пострадал один человек, это сторож данного магазина. Но, к счастью, он остался жив. Сейчас на месте происшествия работает 120 человек и 25 единиц техники. Кроме того, позже к ним присоединится еще 100 человек. По предварительным данным, в результате этого взрыва, в домах, которые находятся рядом, никто не пострадал. И, так скажем, велосипедисты, прохожие, водители машин, которые находились рядом, также не пострадали. Но это на данный момент пока такая информация есть. Как сообщает источник правоохранительных органов, к тому же изданию ТАСС, есть предположение, что вот это вот ЧП произошло в результате взрыва газовой смеси. То есть, можно предположить, что, скорее всего, взорвались баллоны с кислородом. Посмотрите, как взрывается баллон с кислородом в результате воспламенения. Теперь, друзья, посмотрите, как взрывается баллон без воспламенения. То есть, друзья, вы сами все видели. В принципе, версия о том, что взорвалась газовоздушная смесь, она выглядит правдоподобной. Ну и обратите внимание, что пострадал всего один человек. То есть, не похоже на теракт. Не похоже. Кроме того, обратите внимание, что все-таки здание разрушено полностью. Это трехэтажное здание, напомню вам. И самой правдоподобной версией выглядит, конечно, не теракт, а просто обычная халатность. Грубейшая халатность и наплевательское отношение к жизнью и здоровью людей. То есть, почему в магазине хранилось так много кислородных баллонов, непонятно. То есть, есть пожарная безопасность, есть взрывопожарная безопасность. Судя по всему, она в магазине не соблюдалась. И правоохранительным органам следует установить, кто был виноват в этом. Что не соблюдалось взрывопожарной безопасности. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот этого взрыва. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.